Тайна молодости То есть каким образом это может происходить, когда люди состарились, у них остается огромное состояние, но они хотят сами им пользоваться. Так вот, заветная мечта человечества – это сохранение молодости. И в наше время она достигла своих интересных результатов. Про инъекции и прочие методы, конечно, вы уже могли прочитать и слышали на просторах интернета. А вот те данные, которые я вам сейчас расскажу, вряд ли вы не найдете. От предыдущей цивилизации нам достались некоторые секреты, которые канули в небытие и теперь возвращаются к жизни. К таким секретам относятся и сохранение молодости человеческого организма. Секреты постепенно открываются перед людьми. Древние знания сначала были изъяты из человеческого употребления, а затем по одному выдаются нам заново, как какие-то новые открытия. Зато теперь каждый такой секрет стоит целое состояние. Кто-то умело манипулирует человеческими слабостями. Тайной тайной является секрет пересадки души и создания из старого, одрыхлевшего тела нового. И пересадка этой души в новое молодое тело. Так, из ДНК старика создается тело младенца. В какой-то период времени младенец и старик могут жить одновременно. Когда старику приходит время умирать, то душа и сознание старика при определенно созданных условиях переселяется из старого тела в молодое. К определенным условиям относится вибрационно-звуковой коридор, по которому душа направляется в тело младенца. Душа младенца предварительно изгоняется. Эти методики применялись на территории России давно. Так, например, в 20-е годы 20-го века этими методиками пользовались шаманы. Эти знания уже уходили. Они стали уходить, были закрыты в середине 19-го века, во время большой войны. Но кое-что оставалось и довольно многое. И вот еще до начала 20-го века у нас были эти методики. Но ими запрещено было пользоваться. То есть их укрыли от человечества. А теперь некоторые выходят заново на свет. Скажем, рождаются заново. Новое рождение. Так вот, описание этих методик осталось в архивах 13-го чертовского отдела ОГПУ. Который потом трансформировался в КГБ, потом в ФСБ. А сейчас я не знаю, что с этим отделом. В этом отделе, кстати, чертовском отделе, есть много написано работ у Григория Климова. Так вот, очень похоже, что такую же методику, это просто, я говорю, как мое предположение, ничего не утверждаю, просто как предположение, внешний фактор наблюдения. Что такую же методику и применила наша известная певица Алла Пугачева. В ее семье воспитывается в настоящее время два младенца, женского и мужского пола. Эти дети – это будущее Максим и Алла. Взявшись за руки, эти малыши будут жить полноценной жизнью олигархов на просторах нашего мира, пользуясь своим огромным, просто огромным состоянием, которое они смогли заработать на волне перестройки бандитских времен мародерства в России. Таким образом решается проблема наследования своего собственного состояния. Если раньше говорили, что с собой не унесешь, а уйдешь голым, как пришел, так и ушел, то теперь уносить ничего не надо, надо умело передать самому себе, чем владеешь. Вот посмотрите фото. На фото счастливая семья, которую можно только поздравить с бесконечным счастьем, которое их ожидает в будущем. Любви и здоровья вам! Итак, с вами сегодня была я, Таня Карацуба-Сейдбурхан. Рассказала я вам о тайнах молодости и о состоянии, заработанном, о состоянии, которое хочется забрать с собой. В могилу не заберешь, но можно передать, скажем, самому себе в лице новорожденного человека. Это не единственный секрет, и не только я могу вам сказать, что, скажем, младенцу можно передать. Нет, нет. Также можно передать и клону, выращенному человеческому клону. Из своего собственного тела он уже может быть во взрослом состоянии. Просто скажем, иногда кому-то хочется самому воспитать самих себя и дать больше любви и счастья самим себе в будущем. Потому что ведь у каждого было другое советское детство. Оно, может быть, было неполноценным, как считают богатые люди. А теперь они могут дать вполне полноценное детство своим, скажем, малышам, в которых они сами. Это зеркало. Это они сами. Вот такие интересные события. Но о том, как это происходит, скажем, с взрослыми особями, мы поговорим еще в следующий раз. Итак, еще раз. С вами была я, Таня Карасуба, Сеидбургхан. Всего вам доброго.